Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вышла наша передача из каникулярных отпусков и предложить тему мы для размышлений, рассуждений подумали необычную достаточно. Духовный кризис, кризис веры, кризис религиозного опыта. Мы эту тему вскользь поднимали в наших предыдущих программах. Те, кто из вас владеет интернетом, могут зайти в группу ВКонтакте телеканала «Самара ГИС», там хранятся записи наших предыдущих передач. Мы поднимали тему, почему люди уходят из церкви, но не поднимали тему духовного кризиса, почему он вообще возникает и естественен ли этот процесс, стоит ли с ним бороться или же следует его каким-то образом перерабатывать. Вот об этом мы поговорим сегодня в нашей студии с нашим гостем, клириком Петропавловского собора, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Ну, традиционно уже для нашей передачи мы говорим тему, обсуждаем тему достаточно широко, посвящаем этому несколько встреч. Тема духовного кризиса достаточно глубокая тема, пространная тема. И тема, с одной стороны, уже несколько избитая, потому что на разных ютуб-каналах, в разных телепередачах, не только нашего канала, эта тема поднимается священниками, психологами, психотерапевтами. Ну, в общем, наверное, по той причине, что очень симптоматичен этот разговор, достаточно часто приходится слышать от людей, которые годами ходят в храм, вдруг неожиданно они заявляют, что их вера висит на волоске, на ниточке, что что-то непонятное с ними происходит. Как будто бы разуверились во всем, как будто бы происходит потеря веры, как будто бы все, что, скажем, годами накапливалось, вдруг оказалось нивелировано и как будто бы все разрушено. Поэтому тема духовного кризиса, кризиса веры, мне кажется, она будет актуальной всегда, но особо актуальной сейчас, ввиду каких-то последних событий о церкви, новостей о церкви, каких-то вбросов или не вбросов. Ну, последние события, наверное, со Среднеуральским монастырем, когда Схиегумен объявляет себя абсолютно автономным, запирает людей в церкви. Ну, эти настроения, они как-то вот свойственны как-то в нашем обществе. Да, а люди это все смотрят, и вдруг происходит какая-то переоценка, переосмысление вообще религиозного опыта. Поэтому о духовном кризисе я предлагаю поговорить полновесно в нескольких наших передачах, в нескольких встречах. Давайте начнем с каких-то вводных вещей, проясним для наших телезрителей, ну и для нас самих, термины и понятия, что есть кризис. Вот, потому что кризисы бывают разные. Кризисы подростковые, кризисы личностные, семейные кризисы, вот, внутриличностные кризисы. То же ли самое в ряду занимает место кризиса веры, например? Давайте поговорим о термине. Что такое кризис? Вообще, что это такое в культуре человека? Ну, я считаю, что если мы будем рассматривать ряд таких вот кризисов, которые вы описали, то кризис веры, безусловно, будет таким более масштабным, наверное, явлением, чем конкретный личностный, возрастной какой-то кризис, там, кризис среднего возраста и так далее. Потому что аспект веры, он затрагивает масштабно всю человеческую личность, даже если человек, скажем, нерелигиозный. Потому что мы веру рассматриваем в нескольких проекциях, можем рассмотреть. Это и вера по отношению к Богу, или если, например, человек неверующий, да, как атеист, например, то это будет вера по отношению к себе или к ближнему. То есть все равно две таких проекции, две плоскости веры все равно сохраняются в любой личности. И мы не можем себе представить человека абсолютно неверующего, потому что это уже будет такое тяжелое какое-то психическое расстройство. Потому что хотя бы в себя-то должен человек верить, чтобы как-то двигаться, куда-то идти, что-то делать и так далее. Поэтому, конечно, кризис веры, он затрагивает какие-то фундаментальные вот эти свойства, потому что получается, что не только, скажем, вера в Бога колеблется зачастую, но вместе с ней будет неизбежно колебаться вера в себя и вера в ближнего. А это уже обостряет семейные отношения, обостряет внутриличностные конфликты. У человека, конечно, это очень непростое, скажем, испытание. Но вот кризис переводится с греческого как суд, еще кроме всего прочего. Мне кажется, что, ну, как бы задал вопрос, и в том числе пытаюсь на эту тему тоже уже размышлять не один год, потому что люди приходят в церковь, в том числе уже не один год с этой такой проблемой. Когда мы говорим, что кризис политический, кризис экономический, кризис мировой, тут как бы понятно, мы говорим, что это как будто бы суд Божий над нами, если, да, вспоминать перевод. Но когда мы говорим о внутриличностных кризисах, и кризис веры здесь, наверное, он может стоять в ряду других кризисов, кризис там трех лет, кризис семи лет, кризис тринадцати, тридцати, там, и так далее, здесь некое суждение выносит человек сам о себе. То есть он критически начинает рефлексировать о том, верующий ли он, если мы говорим о кризисе веры. Если мы говорим о каких-то других кризисах, там, как бы, на суд выставляются некие другие вещи. Например, кризис среднего возраста характерен тем, что человек вообще задает вопрос к своей жизни. Достиг ли он чего-то в этой жизни? Состоялся ли он в этой жизни? И вообще он может ли говорить о том, что он человек, который сбился? Это похоже уже на плоскость веры в себя. Да, да. Вот. Поэтому тут вот вопрос. Но одновременно мы знаем, что кризисы, на кризисах ведь это как бы все не останавливается, это скорее такой симптом того, что человек вырастает, да. То есть приходит кризис трех лет, и мы поговорим, что вот какие-то новообразования в психике происходят у ребенка, он взрослеет. Из этого кризиса он выходит более окрепшим. Начинается кризис семи лет, когда ребенок, например, идет в школу. Тоже признак того, что он крепнет, и что-то в нем в психике начинает формироваться. Вот если мы говорим о кризисе веры, можно ли вообще его рассматривать как нечто положительное? Или это целиком отрицательные явления? И человек, который приходит и говорит, что у него кризис веры, мы ему должны сказать, значит, живешь неправильно, кайся, молись, задвигая поглубже свои сомнения в дальние уголки души и вообще не давая этому распускаться в голове. Ну, к слову сказать, люди так, мне кажется, и воспринимают. Потому что это и на исповеди видно, что человек, как только начинает какие-то сомнения испытывать, он это очень пугает сильно и даже боится, может быть, где-то себе признаться в этом. Но если мы так поступим со своими сомнениями, то мы все равно веру-то потеряем, мне кажется. Потому что, да, если говорить о каком-то, ну, предположительно положительном измерении, да, кризиса, то, наверное, это выход на какое-то большее пространство, большее способность ощутить, увидеть, пережить. И, соответственно, как бы более тревожное такое состояние. Вот. И, ну, мне кажется, что если мы коснемся непосредственно кризиса веры, то в первую очередь, наверное, рассмотрим кризис именно вот религиозного сознания, веры в Бога. Потому что вот личностная, это лучше, мне кажется, психология решает вопросы, там, внутриличностного кризиса. Хотя, конечно, если эту параллель с кризисом веры провести, мне кажется, там тоже много что нового интересного может вскрыться. Если мы будем говорить о Боге, то тут встает очень важная такая дилемма, что ли, да, или какое-то противоречие, что, с одной стороны, мы понимаем, что Бог непознаваемый, и Он абсолютно иной. А с другой стороны, мы не можем эту ситуацию просто принять, что Он иной. И мы пытаемся дать Ему имена, мы пытаемся очертить философским, богословским опытом. И вот в богословии это отражено вот в апофатическом, катафатическом. То есть есть богословие, которое говорит о Боге терминами положительными, катафатическое богословие. То есть Бог благое, Он любящий, Он… Всесвятой, всемилостивый. Всеблагой. А есть богословие апофатическое, то есть которое говорит о Боге в терминах «не». Вот, Бог вездесущий, то есть Он безграничный, да, Он непознаваемый. Вот, и вот это как раз деление такое в богословии, оно и отражает такую вот двустороннее наше отношение. То есть мы, с одной стороны, понимаем, что ничего не можем о нем сказать, но пытаемся что-то сказать. И понятно, что любые наши конструкции, они все равно будут, ну, в чем-то ущербными, в чем-то неполными. Мы не можем Бога охватить языком богословия, мы не можем границы очертить. Мы можем, ну, как-то, да, бережно эти границы обозначить, но это не значит, что мы его назвали. Да, и даже в рамках обозначенных границ остается значительный люфт, мы можем по-разному воспринимать. И отсюда же рождается вот извечная тема теодицеи, то есть оправдание Бога. Вот именно из-за того, что эта бездна божественная, она непознаваема нами, то действия Бога тоже нами не могут быть интерпретированы однозначно. Почему войны, почему ребенок там? Вот сегодня было Евангелие с утра, где Христос говорит, что если двое или трое соберутся и попросят о чем-то, то все им даст Отец. Но человек, более-менее, который воцерковленный, который хотя бы лет 10 в церковь ходит, он понимает, что это так не работает. То есть много есть примеров, когда и двое, и трое, и целые общины молились за какого-то человека. Он все равно умирал, например, он все равно заболевал. То есть и тут встает вопрос вот этой теодицеи. То есть нам непонятно действие Бога. С одной стороны, как бы, говорится одно, с другой стороны, в жизни происходит не все так, как вот, чтобы просто, да, как это глазами неофит. Да вот, стоит попросить, и Отец все даст просящим во имя мое. Мы понимаем, что когда-то да, когда-то нет. И вот это такая, да, вот, задача теодицеи, объяснить, а почему Бог вот сегодня воскресил там Лазаря, а завтра еще сто тысяч человек не воскресил. Да, там, сегодня он этого сына наинской вдовы воскресил, поднял садра. А еще там у ста тысяч вдов умерли сыновья единственные, и он их не поднял садра. То есть вот, ну, понятно, мы попытаемся как-то это объяснить для себя, какую-то схему построим, что здесь надо было, там не надо было. Но все равно это плохо, с трудом это переваривается нашим сознанием рациональным. И мы вот и входим в какую-то ситуацию кризиса, когда задумываются, а почему нет, почему в моей жизни этого не произошло, а в жизни другого человека это произошло. Значит, дело не в свойствах Бога, потому что если бы это было свойство Бога, там, воскрешать, исцелять, то он бы это делал всегда, а не просто в какой-то момент. Значит, это именно какое-то, да, действие, которое нам нацелено, намечено, и эта цель нам неведома. Правильно ли я понимаю, все-таки немножко вернуться, если к моему вопросу, что, получается, кризис веры – это нечто положительное. То есть человек, который начинает задавать вопросы и переосмыслять, может быть, откровенные свои какие-то мифы о Боге, мифы о себе. Ну, то есть вообще, получается, человек живет, как сказать, в некой вторичной реальности, вот, он живет в некой мифологии, а не в реальности. В мифологии о себе, в мифологии о Боге, то есть есть определенные представления, иллюзорные зачастую представления о себе, что вот если я, например, стал христианином, очень многие ведь неофиты как бы обламывают зубы вот в духовном плане именно об этом, что я стал христианином, значит, я стал святым. То есть я встал на путь святости, что… А потом вдруг через, там, два, три, четыре, у кого больше, у кого меньше года, человек обнаруживает, что он… Да не стал он святым. И оказывается… И не стал он счастливее. И оказывается, вообще, став христианином, стать христианином не дает вообще никаких гарантий того, что ты, там, главный герой повести под названием «Жизнь» становишься, там, и так далее. Какие-то иллюзии о себе, что я, там, молитвой сейчас начну двигать горы, вот, что двое или трое, где собраны во имя мое, то есть мне достаточно сейчас одну молитву по соглашению прочитать, вот, и мы, там, скажем, ну, не знаю, там, вылечим кого-нибудь, и так далее. Вторая категория иллюзий – это иллюзии о Боге, вот. В частности, ну, например, один из самых, наверное, распространенных вариантов таких претензий к Богу, что вот я молюсь, а он не исполняет, не слышит, или же вот я тут вот стал христианином, думал, перестану страдать, а Господь не милостивый, вот он мне, мое страдание не умягчает. Очень многие ведь церковный порог изначально переступают в периоды других кризисов, то есть они в период кризисов заходят в церковь, там, кризис семейный, кризис, опять же, личностный какой-то, да, то есть там человек переживает экзистенциальную тревогу, которая, как бы, ну, если мы говорим, да, базируется на некоторых столпах, то экзистенциальная тревога, наверное, она стоит на, ну, наверное, на нескольких столпах, да, это боязнь смерти, то есть, причем такое глубинное, да, что у нас есть такая тяга, такое желание, стремление быть, и вот кризис, например, среднего возраста, он говорит о том, что вот я приближаюсь к смерти, а уже больше половины жизни прожил, а ничего не достиг, да, то есть, такая экзистенциальная тревога смерти. Нас тревожит одиночество, то есть, если вдруг человек понимает, что он одинок, его никто не там не понимает, не слышит. Свобода, да, то есть, когда человек вдруг говорит, у тебя, ты свободен действовать так или иначе, и он мечется, не понимая, в каком направлении эту свободу применить. Ну, ну и, наверное, можно назвать бессмысленность, да, какого-то существования, то есть, человек понимает, что он живет, а смысла в этой жизни нету. И вот, как правило, в эти периоды люди переступают церковный порог, они приходят для того, чтобы все нормализовалось, все структурировалось, и на какой-то момент, первый год, там, первые годы жизни, все, вроде, действительно, как будто устаканивается, появляется смысл жизни, исчезает одиночество, люди воспринимают себя частью, там, церкви, приходы и так далее, уходит страх смерти, потому что появляется такая инъекция того, что мы бессмертны, и преодолевается этот страх. Ну, и люди примерно понимают, в каком направлении нужно направлять свою свободу. А потом вдруг оказывается, что иллюзия рассыпается. Ну, например, что страх смерти, на самом деле, далеко не ушел. Вот умирает какой-нибудь родной и близкий человек, ты его хоронишь, ты стоишь на том же отпевании, и вдруг этот страх к тебе возвращается. Возвращается бессмысленность своих каких-то чинопоследований, да, то есть вот хожу в храм, ставлю свечки, исповедуюсь, причащаюсь, вот, а жизнь лучше не становится. Муж не вернулся, или там, жена не вернулась, дети послушнее не стали, там, и так далее. Ну, и так далее, и так далее. То есть, получается, происходит ряд крушений вот этих вот мифологем, иллюзий о Боге, о себе, о церкви, потому что тоже одна из мифологем, что в церкви все святые, вот, а потом заходят люди и видят там бабку какую-нибудь ворчащую, священника не всегда вежливого, там, не знаю, епископа не всегда честного, патриарха не всегда заботливого, и вдруг вот начинают распадаться эти иллюзии. Какие мы можем еще назвать причины кризиса, как вам кажется? Мне кажется, основное это как раз и в этом и есть, да. Но другой момент, что мы понимаем, что это иллюзии, только когда можем это увидеть. И уже сам взгляд на иллюзии, как на иллюзии, он свидетельствует о том, что душа достаточно окрепла, чтобы увидеть, что это иллюзия. Ну, тут есть некое, можно провести некую аналогию с фильмом «Матрица», да, такой, мне кажется, такой знаковый все равно фильм, несмотря на то, что есть там свои, как бы, нюансы, да, вот, что человек, который может воспринять реальность более так, в таком нелицеприятном свете, он, конечно, более, более тревожная, на самом деле, жизнь начинает. И я об этом говорю с людьми, которые готовятся, там, крестить ребенка, потому что один из основных мотивов — это то, что мы ищем защиты для ребенка, и это, как бы, нормально. Но на самом деле, если посмотреть через глазами церкви, христианства, на эту вещь, то состояние крещенного человека, оно более тревожное, более, это как вот, да, отключенный, то есть у нас очень много иллюзий о мире вообще с приходом в церковь должны, как бы, уйти. То, что, там, задача быть успешным, да, в этом же, в этой жизни, задача, там, принести доход государству или умереть за это государство на войне. То есть, по-хорошему, христианство, конечно, все эти иллюзии должно растворять, потому что не в этом задача человеческой жизни — умирать, там, где-то, я не знаю, за границей нашего Родины, да, защищая непонятно, чьи интересы. Вот. А задача в другом, а в чем, конечно, трудно это сразу достичь, но потихоньку, да, вот эти иллюзии, они становятся человеку очевидны. И тут-то, конечно, понять сам механизм, потому что часто человек этого пугается, он привык в этом жить, да, это так же, как кризис, я думаю, там, внутри семейный, когда все вроде налажено, быт налажен, там, 10-15 лет, это вдруг ощущение какой-то чуждости друг друга, да. Люди этого пугаются, боятся, там, пытаются как-то по-другому это, а на самом деле это, ну, раз ты это увидел, оно и было до этого, просто ты этого не мог позволить себе увидеть. То есть, слишком эта тревожная вещь была для твоей души, и она шоры надевала на эти зоны, вот, так же бывает и с верой. То есть, если ты вдруг понял, что Бог не всегда может тебе помочь, да, иногда по каким-то немыслимым для нас траекториям лучше там оставить все так, как есть, да, и кто-то умрет, кто-то заболеет, но в этом тоже его любовь. Как это понять? Мы не можем. Почему? Потому что мы не можем до конца понять самого Бога, мы его пытаемся оправдывать. А вот если бы мы его до конца поняли и почувствовали, да, увидели, то уже нет нужды в оправдании его, потому что мы поняли, что да, так оно и хорошо. Но здесь, на земле, нам это сделать невозможно. И тут, конечно, вот вера, она, наверное, в этом и взрослеет, что даже что-то тяжелое, болезненное для себя, ты принимаешь, ну, пусть не с ропотом, но пусть с горьким там сожалению, но осознавая, что просто это непостижимо, мы не можем это понять, замысел какой-то. Вот. Настолько это, на самом деле, тревожно, что, например, современные богословы западные, ну, они более свободно себя чувствуют в рамках, там, своих традиций, да, богословских. Они, например, говорят, что, а с чего вы взяли, что Бог всемогущий, например. Почему бы ему не быть просто Богом любовью, да, так же, как ты, например. Ну, у тебя заболел ребенок, ты смотришь на него, сострадаешь ему, помогаешь как можешь, но ты не в силах его, там, исцелить, например, или воскресить из мертвых. Может быть, и Бог так же, вот, он не всемогущий, а любит нас, сострадает, да, проживает эту жизнь с нами. В чем-то, как бы, тут тоже есть, я не говорю, что так оно и есть, да, но одна из мыслей таких, что вот сама смерть Сына Божия на кресте, это не потому, что Бог, Отец, хотел его смерти, а может, он ничего и не мог с этим сделать. Ну, вот, он шел свой путь, да, он ему сострадал, он был рядом с ним, да, ну, вот, что-то даже... То есть и само откровение новозаветное, оно может быть об этом, что Бог говорит, не дает нам ответов, но говорит, я с вами, в вашем страдании, в вашей отверженности, в вашей, там, преданности, любимыми людьми, в вашей смерти, в конце концов. Отец Николаев, время на сегодня, нашего разговора подходит к концу. Для наших телезрителей мы проясним еще раз, что в последующих встречах мы постараемся разобраться и с причинами, и с возможными вариантами выхода из духовных кризисов, и как поддерживать человека, того, который оказался в духовном кризисе, и он рядом с вами. В следующий вторник мы продолжим этот разговор. Присоединяйтесь, не переключайтесь, что называется. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин